В Самаре сегодня первый весенний ливень. Профильные службы нарастили объемы работ по откачке талых и дождевых вод. Лужи приходится удалять с низины участков, не оснащенных системой ливневой канализации. Воду вывозят бойлерами. Все то, что откачивается, сливается в систему, в сети дождевой канализации. Предприятием инженерной системы уже проведена работа подготовки своих сетей к пропуску талых вод. Практически с середины февраля проводилась проливка коллекторов горячей водой. В настоящий момент все сети будут открыты, готовы принимать талые воды. В городе около 44 адресов, где скапливаются талые и дождевые воды. К примеру, улица Парниковая, Заводская, Дыбенко, Чекистов. Для работ по откачке каждую смену задействовано до 10 бойлеров. В сутки откачивают около полутора тысячи кубов. Чаще всего приходится выезжать на участки в Кировском районе и Куйбышевском. Сегодня максимум усилий сосредоточили для откачки вод на переулке Утевский. Это единственное в районе гигантское, а так мелкие. Это снег, талая вода. В середину марта по городу откачали 9917 кубометров воды. Только за прошедшие сутки было откачано 1864 кубометра. Работы ведутся круглосуточно. Параллельно продолжается уборка на городских территориях и вывоз остатков снега и наледи. С начала сезона на специальной площадке было доставлено более 488 тысяч тонн снежных масс. Сегодня для выполнения всех видов работ было направлено 219 единиц техники и 3154 уборщика. Активно ведется и подготовка к месячнику по благоустройству. Он начнется 1 апреля. В числе подготовительных работ – выращение снежных масс и уборка мусора. Среди сезонных работ остается очистка скатных крыш от снега и наледи. В Самаре свыше 6800 скатных кровель. Большую часть привели в нормативное состояние. 182 крыши охватят работами в ближайшее время. Безусловно, здесь акцент ставится на работу управляющих компаний и их своевременную организацию, чтобы очистить скатные кровли. Но, тем не менее, жителям в данный период, когда происходит оттепель после долгих заморозков, необходимо самим тоже соблюдать требования предосторожности, безопасности, задуматься о том, где следует пройти. Стоит посмотреть, где припарковать автомобиль. Управляющим компаниям поручено оперативно и тщательно следить за вверенными объектами. Так, накануне очистили 102 скатные кровли, а сегодня утром в работе было еще 93. К управляющим компаниям, которые не выполнили своевременную очистку крыш, применяют административные меры. С начала года было составлено 395 протоколов в части надлежащего содержания. 370 протоколов уже рассмотрены и были наложены штрафы. Напомним, что сход наледи может происходить не только с кровель, но и с балконов, оконных отливов и кондиционеров. В этом случае ответственность несет собственник. Он должен сам очищать парапет своего балкона или окна. Если делать это затруднительно, нужно обратиться в управляющую компанию. Такая услуга не входит в перечень оплачиваемых работ в рамках содержания. Но профильный департамент нацеливает обслуживающие организации на взаимодействие с жильцами и оказание помощи на безвозмездной основе, поскольку это связано с безопасностью горожан. Если управляющая компания отказала, стоит направить обращение в свою районную администрацию или Департамент городского хозяйства и экологии. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, События.